Жильцы аварийного барака в Белимбае, в котором нет ни газа, ни воды, отказываются покидать свой дом. Люди считают, что им предложили слишком мало денег за их квартиры. Дом включен в программу по переселению из аварийного жилья. Квадратные метры предлагают выкупить по рыночной цене. Квартирный вопрос разбирали наши корреспонденты. В этой школе училась я и многие белимбаевцы. Нина Петухова даже подумать не могла, что спустя годы ей вновь придется сюда вернуться. Комната, которая 50 лет назад была учительской, стала для женщины родным домом. В 80-х здание школы по решению руководства Белимбаевского химлесхоза переоборудовали во временное жилье для своих работников. Думаем, поживем пару годиков и заедем благоустроенное. Ну так и зависли на 30 с лишним лет. В квартире у Нины Петуховой вырос сын. Сейчас подрастает внучка. Сноха призналась, когда только заехала в этот дом, ужасалась, как можно здесь жить. Со временем привыкла. Только страх перед этой крутой лестницей, по которой она каждый день вынуждена подниматься и спускаться с ребенком на руках, остался. Если уж упаду, так ее на себя. Себя не жалко, главное, чтобы ребенок не упал. Официально дом по адресу Комуна 1 построили в 1953 году. Но местные старожилы уверяют, он куда древнее. К зданию проведены лишь электричество и отопление. Ни газа, ни воды, ни канализации здесь нет. Все удобства на улице. Воду приходится набирать из колонки. Повезет, если будет что набирать. Сегодня она не функционирует, потому что замерзла. Надо будет размораживать. В 10 квартирах проживает около 30 человек. Почти в каждой есть дети. Люди не скрывают, дом разваливается на глазах и жить здесь опасно. Повсюду трещины, фундаменты, дыра. Долгое время жильцы добивались, чтобы это здание в Белембае признали аварийным. В этом году дом наконец вошел в муниципальную адресную программу. Специалисты администрации предложили собственникам деньги, на которые они уже сейчас смогут приобрести жилье. Но от предложенных условий люди отказываются. То есть за квартиру они нам дают 660 тысяч, за земельный участок 59 тысяч, грубо говоря. И убытки, причиненные в связи с переездом 92 тысячи. Хотя, допустим, у меня ремонт там на 200 тысяч. Подобное предложение получили абсолютно все собственники, но большинство не согласны с предложенными суммами. Елена Бельникова за свои 30 квадратов просит предоставить ее семье однокомнатную квартиру. Пусть хотя бы администрация, хорошо, пусть она мне предложит однокомнатную квартиру в Первурайском округе. На вторичном рынке, на новом мы даже не мечтаем, потому что мы все понимаем, что дом старый. Предложение, сделанное людям, в администрации называют справедливым. Размер так называемых возмещений определяли независимые эксперты. Кроме того, чиновники уверяют, что по закону за приватизированное жилье могут предоставить только деньги. Размер этого возмещения определяется на основании рыночной оценки. Тем жителям, которые у нас проживают в аварийном жилищном фонде, на основании договоров социального найма, муниципалитет приобретает равнозначные жилые помещения. За свою правду жители готовы бороться в суде. Тем не менее, аварийный барак необходимо сносить, ведь жить здесь просто небезопасно. Юлия Томильна, Денис Хромцов. Новости. Первуральск.